Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта Садовый мир. Сегодня мы с вами поговорим про вересковый садик, который можно создать у себя на участке. Он не займет много места, но принесет, я уверена, вам много радости. Вот у меня такой небольшой вересковый садик. Создан, ну смотрите, вот всего-то тут, наверное, 5 квадратных метров площади задействовано, даже, наверное, меньше. Я специально оградила его камушками, потому что вот эти вот все растения, когда они были только-только посажены, они были очень маленькие. У меня маленький ребенок и бегал, и мог затоптать здесь мои крохотные посадки. Давайте посмотрим, что же здесь посажены за растения. Ну, вот это вот сейчас цветут верески. Вот несколько сортов с такими красными, желтыми, сиреневыми веточками. Вот этот вот вереск маленький совсем, я его только посадила недавно. Вот эта эрика, она посажена весной и цветет она весной. Сейчас вот у нее такие просто игольчатые веточки. И посмотрите, уже набила она бутона для цветения в следующем году. Вот этот вот замечательный кустик с такими глянцевыми плотными листиками, это гаультерия. Гаультерия лежачая, ползучая, по-разному ее называют. Вот у нее такие красные ягодки, которые напоминают бруснику, но только вот они намного крупнее. Что примечательно, эти ягоды сохраняются всю зиму, потом весной мы также видим их вот в таком же виде, почти неизмененном, нетронутом. И дальше они существуют все лето одновременно с цветами. Когда они опадают, я даже не успеваю заметить, потому что на смену им уже созревают новые ягодки, уже этого урожая. Вот здесь вот можно посмотреть, тут маленький беленький крохотный цветочек есть. То есть вот такое вот постоянно происходит и цветение, и созревание вот этих ярких красных плодов. Это растение вечно зеленое, тем не менее оно прекрасно у нас живет, размножается. Размножается вот такими вот ползучими побегами подземными. Вот она уже стрельнула у меня тут вот в эту эрику. Придется ее как-нибудь оттуда убирать осторожненько. И вот уже в ту сторону тоже поползла. Дальше в ту сторону у меня посажена брусника. Это тоже кустарничек, который относится к вересковым культурам. Растет у нас, вы знаете, по болотам в лесах наших совершенно обычная брусника. Не сортовая эта брусника, она у меня взята из природы, из леса. Вот тоже, как видите, замечательно прижилась. Есть на ней ягодки. Вот если веточки поднять, там вот они уже у нас поспели даже. Но они у нас, естественно, здесь не для плодоношения, а просто для красоты, чтобы дополнить наш вересковый садик. Вот тут небольшой кустик. Это родододрон плотный. Он посажен в прошлом году, уже перезимовал. В прошлом году я его посадила цветущим. В этом году он у меня не цвел. Но будем надеяться, что вот он окончательно приживется и будет цвести. Вот здесь посажены листопадные рододендроны. Это сеянцы, которые были куплены в ботаническом нашем саду, в Нижегородском ботаническом саду. У меня есть взрослые растения этих же видов. И они замечательно, прекрасно у меня растут, цветут. И все соседи мои приходят и любуются их необыкновенными цветами. Еще вересковые культуры прекрасно сочетаются с хвойными растениями. Вот здесь вот это туэ тэдди. Она таким будет шариком небольшим расти. Я специально здесь выбирала карликовые, невысокие растения. И вот эта сосна горная называется муга мопс. Она тоже будет небольшая. И я ее еще стригу или прищипываю весной, чтобы она больше кустилась и не росла вверх. Но даже если ее не прищипывать, она вырастает не выше метра. И больше разрастается в ширину, чем в высоту. Вот такой замечательный у меня здесь вересковый садик. Он еще не закончен. Здесь есть местечки, чтобы можно было еще подсаживать другие сорта вересков. И я это непременно сделаю. Что я хочу сказать о посадке этих растений. Мы неоднократно писали об этом в нашем журнале «Волшебный сад» и в газете «Волшебная грядка». Но почему-то до наших садоводов все очень медленно доходит. Что растения не только нужно посадить в почву и поливать их, но еще определенные условия им создать. В частности, кислотность требуют вересковые культуры. Кислая почва им нужна. В обычной нашей почве, в глинистой, в супещаной, вот как у нас здесь супещаная почва на нашем участке, они растут плохо. Я этот этап уже прошла в своей жизни. Когда я только-только начинала заниматься садоводством, я тоже пыталась сажать верески. И они в моей почве очень-очень плохо росли, мучились бедняжки года два, а потом вот как-то пропадали, засыхали. Теперь я обеспечила им кислую почву, и вы видите, что они у меня неплохо себя чувствуют. Как это сделать? Что для этого нужно? Вот я специально приготовила здесь компоненты, из которых можно сделать субстрат, пригодный для выращивания вересков. Вот это вот верховой болотный торф. Найти его можно на обычном лесном болоте. Почему он именно верховой нужен торф? У низинного торфа другая, во-первых, структура. Он такой мелкий, однородный, и он продается в магазинах. Кислотность у него уже не соответствует, там уже меньше кислот, чем требуется. А вот этот вот верховой торф, он, посмотрите, такой еще не перепревший. В нем много грубых вот этих вот растительных остатков, и у него кислотность как раз такая, которая соответствует для наших вересковых культур. Почему рыжий? Потому что очень часто вот такие вкрапления встречаются, древесных остатков, и они вот на самом деле рыжего такого цвета. Сейчас вот под дождем немножко намокло у нас вот это вот все, и не видно, что действительно рыжий цвет у этих остатков. Но на самом деле, вы уж поверьте, это действительно такой рыжий характерный цвет. Если вот так вот размять в руках этот торф, то вот эти вот все неперепревшие остатки, они легко разбиваются. Мы выбираем только вот такие вот крышки и веточки. Остальное вот все можем использовать под посадку. Дальше очень хорошо этот верховой торф кислый смешать с хвойным опадом, опять же, с того же хвойного леса, и с соснового лучше. Вот что из себя представляет вот эта вот хвойная подстилка. Вот посмотрите, тут видно даже, что это вот хвоиночки еще встречаются. Тоже можно ее набрать в лесу, под соснами. Там даже растительности не так уж много, и набрать это совершенно несложно с помощью перчаток просто, чтобы не уколоться вот этими сухими иголками. Самую сухую вот эту вот верхнюю часть нужно сгрести в сторону, и там вы обнаружите очень рыхлый, влажный такой вот подстилочный слой. Он пахнет грибами, кстати сказать, и вы совершенно не ошибетесь, возьмете то, что нужно. И вот это вот все, вот эти два компонента нужно смешать в разных количествах. Вот этой хвойной подстилочке я взяла только горстку, сейчас у меня просто ее осталось мало, но в равных количествах что значит? Это значит, например, ведро вот этого торфа и ведро вот такой подстилки. Мы ее смешиваем, очень хорошо вот так вот перемешаем, чтобы она у нас была более-менее однородная вот эта масса, и вносим в лунку при посадке вот этих вот всех вересковых культур. И рододендронов, и вересков, и эрики тут также можно сажать. Если вот такой вересковый садик делать, то лучше всего сразу выкопать, ну, такой овал, котлован, и заполнить вот этой вот смесью из верхового торфа и хвойного опада. И тогда у вас будет такая почва, которая очень хорошо подходит для вересковых культур. Почему вот этот хвойный опад еще советуют добавлять? В нем тоже подходящая кислотность, но не только это. В нем живут грибы-симбионты, которые очень хорошо помогают верескам адаптироваться, и они в природе тоже живут как раз в симбиозе вот с этими почвенными грибами. И они им помогают добывать питательные вещества. И если мы вот такую вот почву обеспечим нашим верескам и культурам, то посмотрите, какие они у нас хорошенькие, веселенькие, очень хорошо растут и цветут. Вот эти верески, которые на переднем плане, они у меня уже живут четвертый год, хорошо зимуют и хорошо разрастаются. Был маленький совсем кустик, а теперь вот такая вот уже подушка. Об укрытии, что хочется сказать. Многие не верят, что верески у нас могут зимовать хорошо и начинают эти кустики укрывать. Тем более, что в литературе иногда сказано, что их нужно укрывать. Но, собственно говоря, укрытие или утепление верескам не требуется. Они достаточно зимостойкие. Они у нас, наоборот, скорее выпривают, чем вымерзают. Поэтому я бы советовала, если уж укрывать их, то, например, просто ящик поставить на них, решетчатый такой, чтобы этот ящик взял на себя снеговую нагрузку и там оставался воздух. Вот тогда под воздушной этой прослойкой верески у вас тоже хорошо призимуют и будут себя хорошо чувствовать. Дальше, какой уход требуется нашим верескам в течение лета? Вот эти вот кустики, которые сейчас так хорошо, замечательно выглядят, у нас весной все-таки немножко теряют свой декоративный вид и их нужно веточки вот эти вот обязательно подрезать. И они будут у нас еще лучше только ветвиться и отрастать новые побеги, на которых будет цветение. Летом нужен верескам хороший полив. Вот потому что вот эта вот торфяная почва, она у нас очень быстро пересыхает. И если не хватает верескам влаги, то они у нас и зимовать будут хуже. Поэтому вот не допуская пересыханий, нужно обязательно наши верески поливать. А дальше, чтобы еще им обеспечить хорошую нормальную кислотность, к которой они привыкли, нужно использовать специальные удобрения для азалий. Оно продается в магазинах в жидком виде. И бывают тоже гранулы, которые именно написаны для азалий. Азалии – это те же рододендроны, только другое название. Все это вересковые культуры. И вот эти удобрения нужно растворять в воде и поливать эти верески. Еще что я хотела сказать. Вот если такой субстрат составить самим сложно, ехать в лес, у вас нет рядом леса хвойного и болота тем более, то верески можно посадить, и рододендроны также можно посадить, также используя землю для азалии. Только купить ее, конечно, нужно не один пакетик, чтобы заполнить вашу посадочную яму, ну а хотя бы три пакета на одно растение, на такой маленький кустик, хотя бы три пакета этого грунта для азалий. И тогда вы тоже обеспечите правильный грунт для этих растений.